Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru! В самом начале недели мировое дота-сообщество потряс скандал, связанный с Team Secret и её капитаном Пупеем. Попробуем разобраться в данной ситуации. Вечером 9 октября бывший игрок команды Secret, Джеки Eternal Envy Mao, выпустил блог. В нём он обнажил изнанку одной из самых популярных организаций мира. Вступился за обманутых игроков и рассказал ранее неизвестные факты о личности легендарного Пупея. Прежде всего, Джеки указывает на многочисленные махинации с призовыми. Ещё в феврале бывший менеджер Secret Evany жаловалась на этот факт, но на тот момент ситуация не получила широкой огласки. Оказалось, что призовые из чемпионатов попадали в Secret, но распределения между игроками не было. В задержке финансов обвинялись организаторы турниров. Также изначально предполагалось, что организация вообще не будет брать у игроков процент с призовых, но в итоге удерживалась 10%. Объяснялось это просто – деньги идут на менеджеров, еду и прочие потребности. При подсчётах же оказалось, что на это тратилась фантастическая сумма – около 200 тысяч долларов в год. Таким образом, красивые слова Пупея о работе с игроками напрямую оказались совершенной пустышкой. Secret существовали на призовые, заработанные лично игроками, добрую часть из которых Пупей и Кемаль отправляли себе в карман. Пишет Джеки. Энви указывает и на невыполнение некоторыми игроками обязательств по спонсорским контрактам. По одному из них игроки Secret должны были стримить на Panda TV определенное количество часов в месяц. Большая часть членов команды проигнорировали свои обязательства, из-за чего Eternal Envy приходилось выполнять их работу. Однако, с более чем 300 тысяч заработка игроки получили всего по 8. В другой части блога Джеки Мао рассматривает личность и некоторые поступки Климента Пупея Иванова. Он отмечает, что Капитан Сикрет постоянно перекидывал вину в поражениях команды на кого-то из игроков, а также пытался настроить против этого игрока всю команду. Также Климент довольно халатно относился к тренировкам. Он очень редко играл, даже во время буткемпов. Свободное время проводил за кастомными играми, гитарой или попросту пьянствовал. В Маниле Пупей не появился на тренировке из-за пьянки с ПГГ. Из-за такого отношения Капитана к тренировкам из Сикрет даже ушел Юниверс. Envy также говорит о чрезмерной агрессивности Пупея. Он часто терял контроль над собой, особенно если другие члены команды начинали спорить с Капитаном. Климент иногда даже предлагал решить споры дракой. В подтверждение своих слов Джеки также запостил в своем блоге видео, где Пупей в присутствии Куроки и Зайи разбивает наушниками монитор. В итоге Eternal Envy просит выплатить ему и другим игрокам обещанные деньги и пишет, что открывает собственную организацию, в которой постарается исполнить мечту о максимальной прозрачности и честности. Вслед за Джеки Мао еще один бывший игрок Сикрет Расмус Мизери Филлипсон поделился с комьюнити мыслями по поводу последних событий. В блоге он подтверждает слова Eternal Envy по поводу задержек призовых. Он смог получить свои деньги только спустя год, причем находясь уже в составе Digital Chaos. Другим игрокам, например, в Вихе призовые до сих пор не выплатили. Я совсем недавно узнал, что мы отчисляем 10% призовых организаций Сикрет. «Похоже, что Пупей решил это ввести, и мы должны были просто принять этот факт. Это было очень неожиданно, ведь он всегда говорил, что из призовых ничего забирать не будет», — пишет Мизери. Описанные выше события всколыхнули Дота Комьюнити, и об этой драме уже успели высказаться многие игроки и другие медийные лица. НС и Вилат в Твиттере дали понять, что такие ситуации вовсе не редкость в киберспортивной сфере. Возможно, совсем скоро мы узнаем и от кого-то из них еще больше шокирующих фактов. Некоторые, например, менеджер Вегас Квадрон Драмер, пишут, что проблем можно было бы избежать, если бы Джеки Мао заключил контракт с подробными условиями. А владелец комплексити Джейсон Лейк опубликовал блог в Фейсбук, где дал несколько советов молодым игрокам, как можно избежать обмана при заключении контракта. Весь этот скандал также породил огромное количество мемов и даже изменил мировые тренды Google. Количество запросов по ключевому слову «пупей» увеличилось почти на 100%. В целом ситуация получилась довольно неприятная. Официального ответа от Климента Иванова или Team Secret пока что не поступало. Будем следить за развитием событий. А что вы думаете по поводу этой драмы? Пишите свои мнения в комментариях. Это был специальный выпуск от Dota2Ru. Все подробности по ссылкам в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий.